приветствую вас уважаемые подписчики моего канала также гости и друзья моего канала хочу с вами сегодня поделиться довольно простым рецептом горячего копчения леща для этого нам понадобится соль и понадобится щепа вишневая премиум раньше я готовил все время на ольхе вот теперь решил попробовать покоптить и на вишневых опилках для начала замочим щепу в воде и пока она будет намокать протрем рыбу солью пока опилки замачиваются берем три столовых ложки соли и хорошо натираем рыбу натираем со всех сторон переворачиваем и насыпаем еще по столовой ложке соли пока опилки намокают пусть вещи полежат немножко в соли прошло примерно 25 минут выложил вещей на решетку от коптильни как видите лечь на килограмм и на 2 килограмма спокойно поместились на решетку теперь подготовил опилки сделал их вот так вот фольгу чтобы они не пригорали корпусу коптильни заворачиваю сделаю проколы сверху и уложу в коптильню две таких штуки под каждую комфорку также чтобы уберечь коптильню от жира и коптильня нам послужило намного дольше поддон для жира тоже закрываю фольгой собираю все в коптильню беру вещей и начинаю коптить закончил коптить коптил друзья около 40 минут и этого было достаточно для рыбы сразу хочу сказать про вишневые опилки вот визуально на запах они мне понравились намного больше чем ольха и на вкус рыба получилось очень приятной и нет вот такого сильной горечи обычно ольха оставляет небольшую горечь а вот вишню попробовал мне она понравилась побольше не знаю так если попробовать там сало покоптите или курицу вот в рыбе мне понравился и вкус и запах вот на кухне такой сейчас стоит приятный уже пришлось попробовать так как рыба очень большая была и голова просто свешивалась я попробовал но все таки вот я вам рекомендую и лично мне нравится горячего копчения там рыбу курицу пробовать всегда холодной как когда она уже остынет лично на мой вот вкус и взгляд горячее копчение но вкуснее когда остынет ну каждый делай по-своему кому как нравится это лично мое мнение на этом друзья буду заканчивать как видите рецепт простой очень быстрый и можете его повторить но опять же при наличии коптильни с гидрозатвором вы тогда сможете коптить дома если у вас коптильня есть но в ней нету гидрозатвора тогда вы конечно не сможете дома покоптить вам надо или дачный участок или выходить куда-то в лес чтобы покоптить но это вкусно но не полезно на этом друзья заканчиваю всех вам благ всех благ вашим близким до новых встреч оставайтесь на канале подписывайтесь до свидания подписывайтесь на мой канал